Отметили лучших. В столице региона прошла торжественная церемония награждения победителей международного кинофестиваля «Соль земли». В этом году фестиваль прошел в 17-й раз. Он объединил деятелей киноиндустрии из России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Индии, Аргентины и других стран. В отборочную комиссию поступило более 500 фильмов, а в конкурсную программу вошел 41 фильм. На этом фестивале заметно выросло не только операторское искусство, что я всегда ищу, не просто операторскую работу, но и режиссеры, и драматургия. И темы, которые в данном случае фильмов, которые участвуют уже непосредственно в фестивале, они уже гораздо глубже режиссеры делают и решают эти вопросы. Все они очень достойны быть среди победителей, потому что рассказывают об уникальных человеческих судьбах, об исторических событиях, которые связаны с нашей историей. Приз от имени губернатора получила работа московского режиссера Марины Мироновой «Театр на линии фронта», которая рассказывает о Донбасском театре. «Большой поклон Самарской земле. Я впервые здесь. Я покорена этим городом. И счастлива, и благодарна организаторам, все, кто сотворил это чудо, этот праздник. Я думаю, что этот праздник вопреки всему тому, что происходит на сегодняшний день». Приз от имени главы города получила картина «Пережит заново» режиссера Екатерина Вилетник. Этот фильм о фильме «Смотри на меня». Обладателем гран-при стал фильм Михаила Щедринского «Роман Костомаров. Рожденный дважды». «Мы надеемся, что наш фильм вдохновил и продолжит вдохновлять людей на новые свершения. И напомнит о том, что наша внутренняя сила еще в сто раз сильнее, когда рядом с нами и близкие люди». Также наградили победителей в пяти номинациях «Здесь и сейчас. Времена не выбирают. Русский собор. Чти отца твоего и матерь твою. Камы Гридеши». Полина Чуликова, Николай Епифанов. События.